Здравствуйте дорогие хозяюшки! Сегодня мы с вами готовим сдобные батоны из потрясающе вкусного теста без маргарина и без яиц. Рецепт этого теста, а также ссылочку как его приготовить я обязательно оставлю под видео. Итак, замешиваем тесто опарным способом. Как я уже сказала, не используем ни маргарина, ни яиц. Тесто промешиваем и оставляем его подняться в течение 30-40 минут. На столе можно тесто прикрыть пленочкой. После того, как тесто увеличится в объеме, а конкретнее поднимется до самого верха, тесто обязательно нужно обмять. Затем тесто заново закрываем пленочкой и даем ему подойти еще полчасика, а за это время приготовляем противень. Застилаем специальной бумагой для запекания. Застилаем так, чтобы наши батоны не соприкасались между собой. А можно просто любую форму смазать маслом без запаха. Тесто наше подошло второй раз. Обминаем его еще разочек и делим на 5 одинаковых частей. Это и будут наши 5 батонов. Подсыпаем стол мукой. Придаем частям форму больших пирожков и выкладываем начинку. Для начинки я использую абрикосовое варенье домашнего приготовления. Сироп не трогаю, беру только ягоды. Если у вас нет, не переживайте. Промойте обычную курагу и замочите ее на 2-3 часа. Теперь защипываем края, как у большого пирожка, на 2 раза, чтобы начинка не вытекла. Подбиваем батон и выкладываем швом вниз. То же самое проделаем со всеми остальными. А пока взбиваем вилочкой одно яйцо. Это будет смазка для придания глянцевого вида нашей выпечки. Готовим масляную крошку. В большую миску насыпаем 200 граммов муки, 1 щепотку лимонной кислоты и 200 граммов сахара. Все это вместе перемешиваем. И добавляем масло без запаха. Масло добавляется всегда примерно 1 четвертая часть. Очень удобно делать такие крошки именно вилочкой. Крошки получаются вот такой консистенции. Они комкаются, но ни в коем случае не жирные и не липкие. И тем не менее, наши батоны, которые за это время раздались, поднялись и увеличились в объеме в 2-3 раза, мы смазываем взбитым яйцом, чтобы выпечка блестела. И еще для того, чтобы крошка не ссыпалась с них. Аккуратно, мягкой кисточкой смазываем яйцом. Надавливать слишком нельзя, так как батоны могут осесть. И теперь с помощью ложки насыпаем масляную крошку. Крошку нужно немножечко прижать к батонам. За это время разогреваем духовой шкаф на 180 градусов и ставим выпекаться наши батоны на 20-30 минут. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Воздушные, вкусные, душистые. Очень рекомендую их обязательно приготовить. Но горячими их нарезать нельзя. Нужно выждать хотя бы 30-40 минут. И затем наливать и пить чай. Вот такая красота. Приятного аппетита! Смотрите мои другие видео. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова